Приветствую, друзья! Сейчас у меня небольшое видео такое. Я хочу доказать, почему то, что я говорю, что мы творим мир своими желаниями, и всё, что у нас происходит, все проблемы, это мы так хотим. Я хочу вам это доказать. Если бы мы действительно хотели, чтобы у нас не было бы проблем, мы бы их не создавали, и если они создаются, это нам выгодно, чтобы обрести здесь опыт, знания, силу и так далее, мы сидим в этих проблемах, их не решаем, потому что мы не хотим их решать, нам невыгодно. Я хочу это доказать. На примере своих многочисленных курсов. Вот у меня есть сейчас курс по работе с мышлением. У нас 230 шаблонов там написано, которые нужно трансформировать, и до конца января у нас будет этот курс. Осталось 26 дней. Если мы будем по 9 шаблонов в день разбирать, то мы закончим до конца января, и все всё успеют. Но люди пропускают, делают по 1-2 шаблонов в день, либо вообще там по 3 дня ничего не делают. То есть я же сказала, мы делаем всё в свободной форме, тогда как вам удобно. Но вот вам решение любой вашей проблемы. Многие пришли со своими долгами, болезнями. Многие хотят похудеть и не могут. Про похудение тут прям совсем много шаблонов. Кто-то хочет решить вопросы семейные, с отношениями. И вот говорю вам, ребят, есть решение, мы можем решить ваши проблемы. Мы можем с вами сделать так, чтобы этих проблем не было. Нам нужно с вами разобраться со всеми вашими выгодами, выгодами и всеми вашими шаблонами, которые создают вот эти проблемы и тормозят вас от действий. И я вижу, что люди просто не делают. Они не хотят решать свои вопросы. То есть им важнее погулять, праздновать Новый год по две недели, возможно, потратить время на какую-то свою работу, на встречи, на гулянки, на друзей, на дом, попить чаю, посмотреть фильмы, что угодно, что угодно, но только не то, чтобы могло решить их проблемы. То есть отговорки бесконечные. Почему вы не хотите решать проблемы? Так вот, они у вас не решаются, потому что у вас нет желания их решить. Даешь прям полностью решение проблемы. Ну, сделать это несложно. Это не надо идти голышом на улице гулять. Это не надо с парашютом прыгать. Это не надо решать сложные задачи. Нужно просто посидеть и подумать над некоторыми вещами. И эти вещи, над которыми вы будете думать, сопровождаются с примерами других людей, если вы сами не можете додуматься, с наводящими вопросами от меня по каждому шаблону. И все равно нет времени на решение вопросов. Поэтому у меня четко и всегда складывается только один вывод. Решать вы ничего не хотите. Ищите бесконечно какую-то таблетку волшебную, чтобы прочитать один раз какой-нибудь текст. И вы проснулись, и у вас все решено. Так не получится. Нужно работать. Нудно, долго, постоянно, чтобы что-то поменялось. У вас не получится поменять вот так. Да, вот так тоже можно поменять. Даже не через какие-то рутинные действия, а просто посидеть, подумать. Посидеть, подумать, сделать выводы, получить какой-то опыт. Посидеть, просуждать то, как вы думаете. Это не так сложно. Но сложно вам время найти, а не сами шаблоны потрансформировать. Понимаете? Поэтому все, что вы видите вокруг себя, все ваши проблемы, это вашими руками все создано. И именно вы не хотите их решать. Кто бы со мной не спорил, что это не от нас зависит, я с вами не согласна. Вам, если дадут решение, вы не пойдете это делать. Если бы хотели, вы бы сделали. Но вы не делаете. Значит, не так уж прям и припекло. Не так уж для вас это проблема. Решить вопрос с долгами, решить вопрос с отношениями, решить вопрос еще какой-то там с полнотой своей. Значит, не такая уж прям проблема. Вы себе страшилки рисуете, что это прям такая проблема. Прямо жалуетесь и жалуетесь и жалуетесь. Вот я не могу годами решить. А что вы для этого сделали? Губы сохнут вообще прям. Вот что? Вас за ручку приводят на курс и говорят, вот давай, посиди со мной здесь и расскажи. Вот это, вот это, вот это. Ой, не могу. Надо бежать. Встреча у меня с друзьями. Погулять. Или еще какая-то ерунда. Вот. Это первый момент. Второй момент. Мне сегодня в сообщениях на YouTube спросили, а можете почаще и побольше рассказывать что-то из своей жизни? И параллельно другой коммент был на днях. Не нравится Нелли мне ваша пижама детская с единорогом. Типа, что вы как ребенок? Другие мне иногда говорят, почему ты так, типа, выглядишь? Ну, без прически, там, не накрашенная. Вот, типа, если бы я красиво выглядела, тогда бы меня смотрели, как и других блогеров. Ну, то есть красивый фон, обстановка, лампы, макияж, что там еще, звук. Вот ты, типа, сделай нам вот этот антураж, да, красивый, и тогда тебя будет больше смотреть. Типа, это же тебе надо, маркетинг. А я не хочу, мне плевать. Почему? Рассказываю историю из жизни. Значит, у меня мама до сих пор троллит. Я по жизни, с детства, никогда даже не выносила помойное ведро на помойку, мусор, пока не накрашусь, не оденусь, не сделаю прическу. Мне нужно полдня собираться, чтобы потом куда-то выйти, что-то сделать. И где-то лет шесть назад, что ли, я приняла решение, чтобы я больше не хочу терять времени и пытаться казаться лучше, чем я есть. Я и так офигенная, несравненная, классная, симпатичная, красивая и тому подобное. и специально наводить вот эту мишуру, которую ради привлечения кого-то. Мне плевать, кого я там привлекла. Нравится вам? Смотрите. Не нравится? Не смотрите. Смотрите вот этих блогеров красивых, которые долго готовятся. Как бы плевать. Кому интересны новые знания, welcome, кому нужна картинка, пожалуйста. Я поняла одно. Я себя начала тренировать, выходить специально, чтобы сломать свои шаблоны и поменять то, что меня бесило, что я полдня собираюсь, и в итоге ни хрена не могу все успеть. Я начала выносить мусор в пижаме, выходить на улицу в магазин в домашнем виде. Для меня это было пипец как страшно. Мне это было очень непросто сделать. Я настолько была категорично к своему внешнему виду, что мне нужно было обязательно всю свою сознательную жизнь выглядеть лучше, с иголочки. Типа, вдруг я выйду на улицу в калошах, да, или там, и встречу свою судьбу, а я не одета там, типа того. Вот. И я начала потихонечку себя отучать. И потом, когда начала выходить в эфиры, давно это было, я прям специально доставала вся, обливаясь в пот, от нервного напряжения, доставала камеру и прям с постели, не чесаная, не умытая, в закрывшуюся диявком, говорила, ребят, я сегодня разрываю свои шаблоны. Мне плохо, мне больно, мне вообще неудобно, мне страшно, мне стыдно, но я хочу это сделать. И потихонечку я привыкла. Мне это дает, ну, просто огромные плюсы. В моменте, когда я захочу чего-то записать, я достаю камеру, быстро записываю, потому что сколько раз такое было, что я думаю, так, ну, надо же приодеться, надо же макияж, надо же прическу сделать. Начинаю собираться, и потом я включаю камеру, и то, что я хотела сказать, я забыла. Я не помню, я не знаю, как это, у меня уже нет вдохновения, нет желания. И просто половину классных вещей, которые я хотела бы вам сказать, вы их не услышали, потому что у меня был такой шаблон, что нужно приодеться, нужно красиво выглядеть. И поэтому я решила, чтобы не терять ценные какие-то вещи, какие-то знания, которые я могу передать, я буду делать вот так. Да, придется пожертвовать своим внешним видом, красотой и приготовлением, но зато вы сможете что-то услышать полезное. А я смогу проявиться, рассказать, что мне хочется рассказать. По поводу пижамы, очень холодно в Турции, ребят, ну честно, это не оправдывание, просто попросили рассказывать о жизни. Батарей в Турции нет, практически во многих домах. Отопление отсутствует. Да, есть новые дома, где есть отопление, газ проведен, но это редкость, понимаете, люди сами живут, но сдают обычно без отопления. И я искала две недели с подругой хоть какие-то теплые пижамы, чтобы прям было комфортно. И мы пришли на рынок, наконец-то, спустя две недели поисков, и увидели две последние пижамы, вот такие вот, плюши, в них очень тепло, просто капец, не надо обогреватели эти включать. И мы купили, какие были. Мне тоже не нравится эта детская хрень, честно, но мне в ней тепло. То есть я между красотой и теплом, комфортом выбрала комфорт. Ну, извините, ну, вот так вот, ну, вот так получилось. А кого триггерит детские пижамы, да, поработайте с собой. Почему вас это бесит? Ну, то есть для меня это не проблема. Поэтому искать причину, почему я ее купила, почему другой нет, я не буду, мне нормально, меня устраивает. Вот. И сейчас я еще хочу сесть один пост написать прикольный про благодарность и опять же, почему нет денег. И почему то, что вы создаете, не берут. А у кого-то берут, хотя он ничего особо такого и не делает. И потом я этот пост выпущу и еще хочу на видео прочитать и дополнить с комментариями. Прям такая идея классная пришла подытожить. Вот как про долги вышло прошлое видео, где я подытожила опять 100-500 эфиров, в одном кратко-емко рассказала. И тут сейчас тоже опять хочу добавить все-таки еще раз, почему нет денег. Не до всех доходит, хотя эта информация была уже много раз озвучена. Как это связано с благодарностью. Просто ходить бувнить благодарю не поможет, оно не работает. Немножко про другую благодарность хочу вам сказать. Вот. Плюс еще хочу вас попросить оставляйте видео, оставляйте видео, говорю. Да, вы можете скачивать видео, заливать к себе, делиться, оставляйте комментарии под видео. Мне очень приятно и мотивирует с этих вопросов обычно записывать новые видео. вы подкидываете мне классные идеи, подкидываете контент, который я могу записать. И у нас постоянно вот это взаимодействие. А то нет комментариев, у меня в принципе и сказать туда нечего. Вообще всегда есть что, ну с бухты в барахты вот придумать. Я обычно на волне со всеми людьми, вот кто классно запросы там кинул, четко там объяснил, вот это вот объясни, вот так вот, вот так вот так. Я не могу понять, я читаю, начинаю отвечать, так я думаю, блин, какая же это писанина, рутина, давайте-ка я видео записываю видео и классный контент для всех получается. Поэтому пишите, вот, и обязательно подписывайтесь на меня. Буду это тоже вам напоминать, потому что все напоминают, и я что лысая, попробую тоже это делать. Какой-нибудь надо маркетинг включать для продвижения себя. Вот, плюс хотелось бы от вас еще как взаимообмен, чтобы что-то получить, мы всегда что-то отдаем, давайте отдадим рекомендации обо мне. Вы же на видео постоянно смотрите какие-то другие объяснения у других авторов, вот, если вы будете еще рекомендовать мой канал, например, сериал «Деньги» посмотреть бесплатно, про долги посмотреть бесплатно, про чувство вины, про стыд, как работать с долгами, если вы будете рекомендовать, рекомендовать, да, это было бы очень круто и для меня, и для вас, и вот это чувство благодарности, когда вы что-то получаете, благодарны, несете это дальше, это только умножает вашу энергию, вот, в следующем виде, видео, я хотела бы предложить это по полочкам, надеюсь, вы меня поняли, то что, возвращаясь на начало, опять, вы, если хотите решить свои проблемы, то вам нужно что-то делать, отставить все свои дела, и раз и навсегда порешать с первых шагов какую-то одну проблему, чтобы потом у вас отложился какой-то опыт, и вы могли уже дальше решать свои проблемы самостоятельно, и быстро, и эффективно, и уже не влезать в огромные, да, маленькая проблемка пришла, быстро ее решили, не тянуть, не копить, не закапывать себя в яму, не оседать на дну, вот, так что давайте, я просто не понимаю, вообще, заплатить деньги за курс тебе на вытянутой ладошке просто вот на, бери, вот просто, ну вот давай поговорим с тобой, мы же сейчас быстренько все решим, а у людей нет времени решать свои вопросы, а на что ваше время уходит, интересно, что для вас важнее, то есть получается ваши проблемы не так уж и важны, вернее, решать ваши проблемы не так вам уж и важно, и таблетки вот эти вот искать, кто бы что быстро решил, что такое быстро сделать, вечный вопрос, ну вот мне надо вот решить, ну вот дай, я не могу ничего дать, пока вы сами не сядете и не поработаете, то есть вам на это надо выделить время и начать делать, вы не хотите ничего делать, либо вы делаете, либо не делаете, других вариантов нет, понимаете, нет других вариантов, легких путей не существует, есть только один момент, сели и потрудились, сели и сделали, сели, написали новую привычку и пошли ее тренировать, исследовать этой новой привычке, не следуйте новой привычке, не меняйте свою жизнь, ничего не поменяется, Потому что любая проблема это лишь сигнал, что нужно поменять в жизни. Каждый раз вы понимаете, что, но не меняете. Соответственно, значит вам не нужно менять, не хотите менять, не выгодно менять, вам лень менять. Так и сидите в своих проблемах и тратьте деньги на бесполезных курсах, где пытаются вам втюхать быстрое решение каких-то проблем. Нету быстрых. Тут просто делать надо. Готовы работать? У вас все получится. Не готовы? Извините. Я по-другому уже не могу, уже даже не знаю, как вам сказать, что только ваши личные действия. Меняем привычку и стоим на своем. То есть все, решили и идем, идем, делаем, делаем, делаем. Что делать? Бесконечно рассказываю. Что конкретно делать? Трансформировать шаблоны. Находить там пользу в каждом шаблоне. Как применить? И применять, применять, применять. Тренировать, чтобы ваш шаблон новый, с новыми действиями и новым применением укоренился в вашем подсознании. Но вы опять скатываетесь, потому что вы не следите за этим, не контролируете, не вводите эту привычку. Вы просто, ой, я понял, нужно вот так. Завтра вы уже забыли. Потому что вы записываете, записываете в тетрадки, записываете, я не знаю, там, себе большими буквами на холодильник, этими магнитиками приклеиваете текст, что мне сегодня надо сделать вот так, новую привычку. Когда я говорю, я не знаю, я все время бью себя вот так по голове и продолжаю. Я не знаю, и поэтому мне интересно попробовать и узнать. Но вы, когда сказали, я не знаю, все, ваш мозг отворачивается от этого, не идет туда, упускает все возможности и идет по накатанной дальше опять заниматься своей хероборой какой-то. То есть вам нужно следить за тем, что вы думаете. Либо новая привычка там, я не могу, сказали это, успокоились, ну я же не могу, ну это же отмазка, я не могу, все, отмазался. Ну то есть это я не хочу называется. А если бы вы сказали, я не могу, но до тех пор, пока я не попробую, как попробую, я смогу. Это невозможно, не мочь, не получится. Я не могу гулять, как вот мне женщина сказала, да. Я говорю, ну что, у тебя ног нету, ты не можешь гулять? Ну в принципе-то могу. Я говорю, так а зачем ты себе говоришь, что я не могу? Говори, я не хочу. Я хочу не гулять просто, но могу. Вопрос, что мне интересны какие-то другие дела. Но когда ты себе это говоришь, автоматически возникает, что да нету у меня никаких дел, пойду-ка я погуляю. Или мне надо бегать, но я не могу. Опять же, почему? У тебя ног нету, времени нету, время найдешь, найдешь. На сериалы хватает, времени хватает, на книги хватает, на поесть хватает, на ничего не делание, лежа на диване же хватает времени. Почему у тебя нет времени идти 20 минут побегать? Ноги есть. Почему не можешь? По идее же можешь? Можешь. Но здесь просто желания нету, а не потому, что ты не можешь. И нам надо всегда следить за тем, когда мы говорим, не могу, с чего я так взял вообще, с чего я решил. Это просто шаблон программы, раз, включилась, и вы просто забыли о том, что вам нужно бегать. Вот просто я не могу, и вот отрубает с мозга, что есть такие возможности даже вообще побегать, чтобы там свой вес потихонечку начать снижать. Пишем шаблон. Я не могу, пока не попробую, надо попробовать. Ребенок тоже не мог когда-то, не то чтобы бегать, даже ходить не мог. Причем в прямом смысле не мог. Ноги были, но он падал. Он не мог устоять на ногах. Но он тебе не говорил, я не могу. Он полз, пытался вставать, падал, потом снова полз. Его шаблоны не тормозили, а вас тормозят шаблоны. Ну так поработайте с ними, с этими шаблонами. Для кого вот это вот все делается? Надеюсь, надеюсь. Вы вдохновитесь что-то менять, что-то делать. Не получится не делать. Потому что слышать о том, что я ничего не хочу делать, но мне надо, чтобы все решилось, надоело. А можно так, чтобы ничего не делать, а вот у меня были завтра деньги? Нет, не можно. Не можно. Все, обнимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.